Северный город в студии Анастасия Матвеева Выходные горожане состязались в игре в снежки Прошло первенство района по волейболу среди женских команд 5 декабря в 15.08 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании по улице Цветочной автомобиля Тойота Виста В результате пожара выгорел моторный отсек, частично поврежден салон Предположительно причиной пожара являлась неисправность автомобиля, проводятся проверки, сообщает городской отдел надзорной деятельности В ДК имени Наймушина прошло мероприятие под названием «И память сердца говорит» Посвященное высадке на Устилимскую землю первого десанта Смотрите сюжет нашего корреспондента В минувшую пятницу во Дворце культуры имени Наймушина состоялась традиционная праздничная встреча Посвященная высадке первого десанта, а также первому юбилею вокального ансамбля «Поющие сердца» В составе которого строители нашего города ЛПК и ГЭС Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы молодое поколение не забывало о подвиге первостроителей, воздвигавших наш город Многих участников первого десанта, который 5 декабря 1962 года совершил высадку на Устилимскую землю, уже нет с нами Но память о них хранят родные и друзья На встрече во Дворце культуры присутствовала супруга Петра Давыденко Валентина Для нее организаторы подготовили несколько номеров и памятные подарки В конце мероприятия гостей ждало чаепитие На котором они вспомнили команду Иннокентия Перетолчина и годы своего доблестного труда Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Если с вашего счета пропали деньги, это не всегда дело рук мошенников Возможно, у вас есть неоплаченные штрафы И суммы теперь будут снимать судебные приставы, сообщает российская газета Пойти на такой шаг их подтолкнул большой объем работ В службе приставов сейчас идет сокращение, а количество должников наоборот увеличивается Из-за чего сотрудники просто не успевают реагировать на все производства В связи с этим решено списывать деньги должников с их банковских счетов Средняя зарплата врачей в Иркутской области по результатам 10 месяцев 2015 года Составляет 47 980 рублей К концу года этот показатель должен достигнуть 48 380 В аналогичной пропорции находятся зарплаты среднего и младшего медицинского персонала Однако по последней категории работников есть риск недостижения целевого показателя Об этом на заседании Комитета по здравоохранению и социальной защите рассказала аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области, сообщает Иркутск Медиа Отдых на свежем воздухе очень полезен, об этом знает каждый Именно поэтому в прошедшие выходные активная часть горожан не отсиживалась дома А отправилась на соревнования по игре в снежки Любимую зимнюю забаву детства Отдохнуть телом и душой решила и наша съемочная группа Впервые в городе состоялся самый необычный спортивный чемпионат Снежные бои К слову, они имеют международный статус Примерно в 80-х годах прошлого века вариант этой забавы возродился в Японии Оттуда его привезли в снежные страны Павел Брюханов, организатор спортивного боя, рассказал о возникновении идей подобных соревнований На самом деле идея как такова не нова Еще где-то в прошлом году я нашел по интернету буквально видео Где ребята играют в снежки, все это весело Снегоходы, сноуборды и тому подобное На самом деле в одной из бесед просто пошутил А давайте вот устроим, ну просто соберемся, постреляемся и так далее На самом деле не ожидал, что это произведет такой резонанс Что люди так заинтересуются, что это дойдет уже до какого-то реального воплощения То есть и заинтересовалось довольно много людей Клуб Хэдшот, Крылатый, Гора Снежная тоже как бы хочет у себя еще провести такое мероприятие Ну в этот раз мы попробуем все-таки это осуществить Участие в соревнованиях приняли шесть команд по три человека в каждой Возрастных ограничений не было Цель снежной битвы – поразить соперника снежком Та команда, игроки которой не попали под обстрел, становятся победителями По окончании соревнований определяли лучших В командной игре третье место заняла группа игроков «Мамонты» На второй ступени – «Сноудок» И почетное третье место досталось «Оленям» Самыми ловкими и меткими стали Константин Хром и Александр Александров Они получили подарочные сертификаты от спортивно-развлекательного комплекса «Крылатый» Яна Сафронова, администратор базы, рассказала, как можно отдохнуть в Крылатом Спортивно-развлекательный комплекс «Крылатый» ждет вас в гости У нас есть прокат тюбов, сноуборда, лыж, троллея и снегоходов Также вы можете погреться в кафе и перекусить Режим работы в будние дни с пяти до десяти, а выходные с двенадцати до десяти Ждем вас! Зима только началась Горожан ждет множество конкурсов и соревнований Не сидите дома, одевайтесь потеплее и вперед покорять снежные вершины Алена Феоктистова, Сергей Билкин, информационная программа, Северный город 20% топлива на российских АЗС может привести к остановке мотора Такие цифры опубликовал Росстандарт по итогам соответствующей проверки В ведомстве отмечают, в текущем году специалисты проверили около трех с половиной тысяч АЗС При этом 40% из них имели нарушения Самое массовое превышение доли серы в топливе, что говорит о его некачественном производстве и непонятном происхождении В прошедшее воскресенье на базе Дучанской школы был разыгран переходящий кубок первенства района по волейболу среди женщин Соревнования собрали пять команд-участниц Из Седаново, Невана и Дучанки, Железнодорожного и Бодарминска Игры проводились по круговой системе Борьба получилась интересной и зрелищной В итоге третье место первенства у волейболисток поселка Седаново Вторыми стали спортсменки из Невана Первое место и переходящий кубок завоевала команда поселка Железнодорожный Все победители награждены медалями и грамотами соответствующей степени Организаторы соревнований и судейская коллегия уверены, что развитие массового любительского волейбола Это пропаганда здорового образа жизни Организация досуга, укрепляющая спортивный имидж Усть-Илимского района В продолжение спортивной темы На этой неделе на стадионе юбилейный пройдет первенство области по хоккею Зрителей и болельщиков приглашают поддержать усть-Илимских ребят 11 числа это календарное мероприятие областного уровня В плане федерации области в нашем городе будет проводиться первенство области по плетеному мячу Призык не поплетенный мяч По возрасту 2002 года рождения ребятишки будут выступать Планируется сюда приехать команда Иркутска, Усть-Кута Ну и ряд еще других команд, которые должны на днях подтвердить свое участие По результатам этого турнира будет выявлена команда, которая будет защищать честь области На всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 4 января по 12 По-моему, они пройдут в городе Красноярске Мы, конечно, всегда приглашаем всех, кто болеет за этот вид спорта Кого интересует будущее хоккея в нашем городе То есть это будущее нашей ребятишки, которые в дальнейшем могут защищать честь области И дай бог им повезет, может где-то еще выше будут выступать Поэтому, конечно, хотелось бы увидеть как можно больше болельщиков Так что мы всех ждем на хоккее, поболеть, поддержать нашу команду Я думаю, это общие усилия, мы чего-то здесь добьемся На этом наш выпуск подошел к концу С вами была Анастасия Матвеева Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»